31 августа, в 24-ю годовщину гибели принцессы Дианы, выйдет новое издание биографии герцога и герцогини Сасекских, написанной королевскими репортерами Амидом Скоби и Кэролин Дюран. И хотя принц Гарри и Меган Маркл отрицают, что снабжали авторов личной информацией, инсайдеры полагают, что супруги контролируют содержимое книги, потому что давно дружат с Амидом и нередко передают через него важную информацию для прессы. В новом эпилоге Скоби и Дюран рассказывают о закулисье революционного интервью Гарри и Мегану при Уинфри, делятся подробностями переезда пары в Калифорнию, различных благотворительных и деловых проектов и будущего Archival Productions, говорится в официальном пресс-релизе издательской компании HarperCollins. Новое издание также затронет эмоциональное восстановление Маркл после потери ребенка, рождение малышки Лилибет Дианы и постоянные проблемы пары с британской прессой и вторжением в частную жизнь. Кроме того, в книге будет рассказано, как Гарри и Меган отправились после смерти принца Филиппа. Муж Елизаветы II ушел из жизни в апреле в возрасте 99 лет. Принц Гарри втайне работает над своими мемуарами, которые он издаст совместно с Penguin Random U.S. в следующем году. Королевские эксперты предсказывают, что своими откровениями герцог окончательно разрушит и так шаткий мир с британскими родственниками. Начало недели ознаменовалось новыми подробностями скандала вокруг сепарации принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевской семьи. Сегодня все СМИ обсуждают, как Елизавета II решила отомстить своему внуку за публичное оскорбление королевского двора. С тех пор, как Меган и Гарри сложили свои королевские полномочия, они больше не могут выполнять королевские обязанности. Гарри больше не имеет своих военных званий, лишен командования королевской морской пехотой, военно-морскими силами, малыми кораблями королевского флота. Он также больше не является покровителем английского регби. Меган Маркл лишена покровительства над национальным театром и над ассоциацией университетов Содружества. Меган и Гарри также не имеют права использовать слово «королевский» в своей коммерческой деятельности в США. Тем не менее, у пары все еще остаются титулы герцога и герцогини сасекских, а Гарри все еще сохраняет свой титул принца. После всех громких, разоблачающих двор заявлений в СМИ, поклонники королевской семьи ожидают, что в ответ на эти выходки королева лишит сисекских всех последних званий и титулов. Однако королевские инсайдеры так не считают. Эксперт и автор книги «Королева» говорит Ингрид Сьюарт уверена, что ее величество скорее проигнорирует их, чем даст Гарри и Меган больше поводов для критики монархии. Я думаю, что лишение названий будет выглядеть очень мелочно, но не будет иметь большого значения. Уверена, что на данном этапе своего правления королева не хочет этого делать. Даже исключение их из списка гостей юбилея в следующем году дает им отличный повод критиковать монархию. Будет гораздо оскорбительнее просто не обращать на них никакого внимания, сказала Ингрид в своем интервью для «Британского экспресс». Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри этой весной. Двухчасовая беседа вышла в эфир американского ТВ 7 марта и наделала много шума. И это неудивительно, ведь экс-актриса обвинила дворец в расизме, а принц заявил, что хотел уберечь жену и ребенка от посторонних глаз, так как боялся повторения трагедии, которая случилась с его матерью. Королевский эксперт Том Куин заявил, что в скором времени Меган пожалеет о содеянном. Проблема для Меган заключалась в том, что она была сердита, расстроена. «Я думаю, что позже она решит, что не стоило сжигать мосты», цитирует эксперта Гео. ТВ, напомним, в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри переехали в Монте-Сито, где купили свой дом. Перед этим пара отказалась исполнять королевские обязанности. К 40-летнему юбилею Меган Маркл британский Channel 5 выпускает документальное видео Меган 40 лет. Восхождение к власти. Фильм о герцогине Сассетской выйдет в эфир уже в эту субботу, по словам инсайдеров, он раскроет новые тайны Меган Маркл, в том числе истинные причины ее побега из королевской семьи. Позицию Меган Маркл, которая так и не смогла забыть свою жизнь в Америке, как никто понимает Джули Монтигю, виконтесса Хинченбрук. В своем интервью для документального фильма она сказала, «Здесь ты не можешь быть тем, кем хочешь быть, или делать то, что хочешь, или говорить то, что хочешь. Есть долг перед королевой, а это очень трудно для такой особы, как Меган», — объяснила виконтесса Хинченбрук. Джули родилась в американском штате Иллинойс, переехала в Великобританию 16 лет назад, выйдя замуж за виконта Хинченбрук Люка Тимоти Чарльза Монтигю, сына 11 графа Сэндвича. И хотя сейчас ей отлично живется в Англии, она знает, с какими трудностями приходится сталкиваться, когда становишься членом титулованной семьи. Виконтесса объяснила, что борьба Меган с родственниками происходила из-за ее неспособности отпустить американские идеалы. «Очень сложно отключить эту американскую мечту и принять, что теперь ты должен делать то, что тебе говорят», — продолжает Джули Монтигю. «Сложно совместить любовь и долг. Именно этого Гарри и Меган хотели в отношениях с королевой. В таком взаимодействии они смогли бы служить государству. Но королева сказала нет», — пояснила виконтесса Хинченбрук. В документальном фильме также говорится, что Меган и Гарри решились на интервью Опре Уинфри, потому что ждали, что после этого королевская семья извинится перед ними. «Я думаю, она чувствовала, что это возможность не только поделиться со всем миром, но и шанс быть услышанной королевской семьей», — добавила Джули Монтигю. Однако королевские инсайдеры имеют совершенно противоположное мнение относительно поведения Меган Макл и ее мужа. «Я думаю, что они надеялись на извинения. Они думали, что королева позвонит им и скажет, «Мы так сожалеем, что оттолкнули вас. Мы должны были вместе сесть и поговорить о вашем психологическом состоянии». «Я думаю, Меган немного напугала, что реакция семьи была такой негативной, и они не ответили ей так, как она хотела», — говорит королевский эксперт Том Куин в том же документальном фильме к юбилею Меган Маркл. Меган думала, что, став членом королевской семьи, сможет все там поменять, им это понравится, и они станут делать все так, как захочет жена принца Гарри. А когда этого не произошло, когда она столкнулась с обратной реакцией, это так расстроило Меган, что интервью Опре стало способом отомстить, уверен Куин. В разговоре с Опрой Уинфри в марте этого года Меган рассказывала, что Кейт Мидлтон доводила ее до слез перед свадьбой с принцем Гарри, что они с Гарри беспокоились, как цвет кожи их новорожденного сына Арчи будет воспринят членами королевской семьи, что их все время заставляли молчать. Журналистка Эшли Пирсон выразила свое мнение на этот счет. Все ухватились за то, что Меган заставляли молчать. Но любой, кто хоть что-то знает о королевской истории, в курсе, что все королевские особо молчат. Никто из них не может сказать, что думает. То, что Меган заставляли молчать, ничем не отличается от того, как заставляют молчать принца Уильяма. Так почему же он считает нормальным то, что не может выразить свое мнение, а она нет? Говорит Пирсон в документальном фильме. Королевский эксперт Эмили Эндрюс добавила, что бывшая актриса просто не хочет быть миссис Монтбаттен Виндзор и сидеть дома и разводить цыплят, а хочет быть суперзвездой и менять мир. Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, третий в очереди на британский престол. В этом месяце ему исполнилось 8 лет. К своим годам он уже знаком с предписаниями королевского протокола, этикету его обучают родители. О том, что принц Джордж станет королем, наследник узнал в свой седьмой день рождения. Уильям пытался отсрочить рассказ Джорджу о величии грядущего. Он хочет постепенно открыть сыну его будущее, чтобы у него было относительно нормальное детство, написал королевский писатель Роберт Лейси в книге «Битва братьев». По словам королевского источника, герцог Кембриджский старается воспитывать сына так, чтобы он чувствовал себя уверенно. Стоит отметить, что сын принца Уильяма и Кейт стремится во всем подражать отцу. На чемпионате Европы он повторил образ отца и появился в костюме и галстуке. Джордж попросил такой комплект, чтобы он мог подражать своему отцу. Он боготворит его. Вот почему мы видели его таким нарядным в костюме, он действительно хочет одеваться, как у Уильям.